Нет, это не для меня, нет, это очень сложно. Только вот сейчас столкнулась с такой ситуацией, когда написала барышня, которая хотела стать моим представителем по России, моих эликсиров для лица, и ей предложила вот такие вот условия, которые предложила. Она говорит, а вы мне, говорит, клиентов поставлять будете? Да, конечно, естественно. Я не сплю ночами, я кручусь как волчок, всем клиентам буду. Конечно, естественно. Нет, не буду. Ой, нет, нет, тогда это не для меня. Вот это то, что меня бесит больше всего. Вот просто послушайте меня. Вот чтобы прийти на эту точку, где я стою сейчас, по заработку, да, вообще вот, ну вот, как я развиваюсь. Я делала вот так вот, просто вот так вот. Ну, по крайней мере, семь последних лет развивая себя в Инстаграме. Вот семь последних лет. Я сейчас подошла к зеркалу, взглянула на себя, и мне вот, знаете, мне захотелось заплакать. А где же ты, которая раньше там стояла на иголочках, каждый день тренировочки там для суставчиков, для то-то-то-то-то-то-то, такой уходит на коточки красненький, маникюрчик был, все-все, вот куколка просто. У меня нет времени на это. Я делаю вот так вот. Потому что денежный поток, а у меня он есть, равно действие. Почему вы не можете с этим согласиться? Почему? Я призываю вас, сейчас я приглашу гостю, она уже добавилась. Я призываю вас... Бляха, а что это у меня такое протекло? У меня стоит тут большая посылка в Россию с моими маслами. Я смотрю, что коробка протекла. Короче, я призываю вас не равняться на того человека, который уже что-то достиг. Вы приходите, я не знаю, на работу. Ну, в смысле, не приходите, какой-то у вас бизнес есть. Не надо смотреть, а вот Вася, он уже миллионер, этот Вася делал вот так. Так что, чтобы вот молоко взбить в сливки, вам надо тоже делать вот так вот. Семь лет, может быть, десять лет. Я делала семь лет. И когда мне сейчас говорят, ну, конечно, тебе везет. У тебя ведь вот все уже поставлено на ноги. Кто мне это поставил на ноги? Кто? Объясните. Вы что думаете? У меня был блогер какой-то, который меня продвинул, у которого я купила рекламу. Обо мне кто-то сказал, кто-то написал. Нет. Я сама, абсолютно сама шла к этому моменту. И то мне еще пердячить, пердячить, еще развиваться и развиваться. Но вот сегодня, оценив то, в чем я, до чего я дошла, я понимаю, что я очень много крутилась. И да, я получила свои плоды. Поэтому прошу вас, не надо этого пугаться. Чем раньше вы начнете, тем у вас быстрее получится. Не откладывайте это в долгий ящик. Да, смотрите. Сегодня я пригласила Катю с тайги, чтобы она нам рассказала про новые продукты о тайге. Что такое тайга? Да, это тот продукт, от которого я не откажусь. Не откажусь. Это тот продукт, без которого я не могу жить. И мне не дадут соврать девочки, кто живет в Америке. Я открыто заявляю, что я покупаю, в России мне присылают, и я продаю девочкам в Америке, по всей Америке. Каждый человек, кто у меня купил один раз эксту, он возвращается всегда. Всегда. Вот на протяжении уже, сколько я уже? Два года будет в ноябре. Вот. Поэтому я очень хочу, чтобы вы знали об этом продукте. Я хочу, чтобы вы знали, как на нем можно заработать. Это все реально. И поэтому я приглашаю Катю, которая работает в тайге, чтобы она нам рассказала про продукты. Привет, Катюшка. Глаши. Шалом из Анапы. Господа там. Тут все свои. Так, а интернет у вас хороший, госпожа? Так, что у нас с интернетом? Нормально все? Ну, пока что. Потому что здесь очень плохо ловит интернет. Ну, я и смотрю, да, ты такая подвисла. Окей, Катюшка, давай тогда расскажи мне быстренько, пожалуйста, о новых продуктах. Из нового я купила только вот этот вот. Начнем с этого. Давай начнем с этого. Этот просто космический. Я им пользуюсь сама только 7 дней. Не знаю, какие ты почувствовала эффекты. Но первое, что я ощутила на себе, уже буквально в первые сутки приема продукта... Слушай, у меня прошли отеки. Я не знаю, как это. Вот у меня ножки немножко подотекают. Вот снизу. Вот, ну, чуть-чуть. Нажимаешь так, и такая мягко, нежно восстанавливается. Небыстро. Через сутки приема Мобио. Я не знаю, как он работает на кишечник. Мы, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу хорошо ходим в туалет. И без него, и без Мобио ходили. Понимаешь? Но я и несколько моих подружек, ну, с которыми я давно уже как бы общаюсь, с которыми, ну, как бы сказать, мои клиентки, да, они тоже скажут, слушай, Кать, обычно утром, знаешь, просыпаешься, колечко тяжело с пальца снять, понимаешь? А тут, говорит, и колечки сняли, и отеки прошли. И сейчас, при течении 7 дней, я могу сказать то, что я заметно, знаешь, как, не могу сказать, что прям сильно подтянулась, потому что я сама по себе такая, как бы, ну, женщина-женщина с формами, да? Но я себя чувствовать стала просто как ласточка. И к чему я все это говорю, да? Ты сказала, что на протяжении двух лет ты уже являешься фанатом, грубо говоря, продукта, с которым ты будешь продолжать пользоваться, точно так же, как и я. Я этим продуктом пользуюсь уже 4,5 года, и мои результаты там в здоровье и в бизнесе, они тоже благодаря тому, что я очень много действий совершаю, однозначно, да? То, что я сейчас побила свои собственные рекорды и вышла на доход уже больше миллиона рублей в месяц, это лишь говорит о том, что я точно так же, как и ты, постоянно у меня прямые эфиры, я постоянно кому-то что-то рассказываю. И вот 4,5 года назад, ты знаешь, те продукты, которые выпускала Вилави, были очень странными продуктами. Люди не понимали, зачем они им нужны. То есть какие-то там полипринолы, какой-то клеточный сукпихты, какие-то там, я не знаю, средства для укрепления иммунитета. А сейчас, когда весь мир столкнулся вот с этим коронавирусом, ты знаешь, люди, даже те, которые забыли 4 года назад про тайгу, они каким-то образом случайно вдруг нарисовались, понимаешь? Они нарисовались и говорят, Катя, слушай, я хочу, слушай, Катя, мне надо. И сейчас статистика, знаешь, каким образом сработала? Тем, что у нас из всех партнеров компании, все, кто пользуется продуктами Вилави, а это несколько тысяч человек, ну, не знаю, 10, 15, может быть, даже 20 тысяч человек по всему миру, только двое из них заболели коронавирусом в легкой форме. То есть вот у меня в моем окружении из тех людей, которых лично я знаю, порядка где-то 25 человек заболели коронавирусом. То есть я не знаю, кто-то, может быть, верит в это, может быть, кто-то в это не верит, но люди этой болезнью болеют на самом деле. Это очень тяжелые последствия переносят люди. Но вот из тех людей, которых я знаю в тайге, а я знаю больше, там, не знаю, тысячи человек, это 100%, никто не заболел коронавирусом, только два человека. Вот, и на текущий момент компания, конечно, не останавливается в своем развитии однозначно. И помимо тех странных продуктов, которые выпускал Лаевский, он начал выпускать продукты еще более странные. Да, то есть новый продукт, который появился, который у тебя сейчас есть в руках, это Т8-Мобио, это продукт для не просто нормализации, там, работы микрофлоры кишечника, это продукт, который полностью восстанавливает природную микрофлору кишечника. И знаешь, в чем прикол? Он доносит полезные все микро-макроэлементы из пищи из тонкого до толстого кишечника. То есть обычно бывает проблема, что где-то не усваивается в тонком, либо там все вылетает быстро из толстого уже как это. Здесь помогает усвоиться. Следующий момент, да. Этот продукт, он восстанавливает микробиоту кишечника. Люди прекрасно знают, что сейчас, и ты прекрасно это знаешь, существует, знаешь, как говорят, три мозга. Есть головной мозг, есть спиной мозг, и есть третий мозг, это наши микробиомы кишечника, которые, в принципе, и ведет нас с тобой, и она заставляет нас с тобой принимать решение, что скушать, заниматься ли спортом, я не знаю, хочется сладкого или еще что-то. Вот эти вот микробы, которые живут у нас в организме, у здорового, нормального человека, про себя скажу, да, рост у меня метр восемьдесят один, вешу я восемьдесят пять килограммов, в среднем где-то от трех до пяти с половиной килограммов у нас в кишечнике находятся вот этих полезных бактерий. Дай бог полезных, потому что у большинства людей... Это значит, я не поправилась, я думала, что я поправилась, это просто у меня бактерии размножаются. Да, то есть если ты начала пить мобио, да, возможно, у тебя началась там какая-то атака, хорошие бактерии начали разрастаться, и тем самым они, ну, патогенную микрофлору в кишечнике убивают. Да, то есть это следующий продукт. Это не конфеты виноваты, которые я жру. Нет, ну я конфеты не жру, поэтому мне тяжело судить. Так вот, следующий момент, да, продукт этот улучшает обмен веществ, опять же, он абсолютно натуральный, то есть все продукты, которые Вилави делает, они сто процентов живые, сто процентов натуральные, в них нет всяких там красителей, ГМО, и продукты, из которых они делаются, они тоже сто процентов проходят там сто процентную очистку. Следующий, наиважнейший момент, который я сейчас у себя откладываю в голове, это то, что, возможно, ушли мои отеки, как я их называю, а с другой стороны, пообщавшись с врачами, которые разрабатывали этот продукт, они заявили все хором, что именно Т8 Мобио способствует препятствию ожирения. Возможно, таким образом работает продукт, что у меня ушли не отеки и вода, а, может быть, возможно, у меня начал уходить на самом деле лишний жирок. Поэтому я на себе сама тестирую сейчас, я не могу там какие-то супер-мега-выводы, результаты сказать, потому что я сама этим продуктом пользуюсь только 7 дней. Но следующая функция, то, что он противостоит ожирению, потому что кишечник нормализуется, работа кишечника нормализуется, продукт этот, конечно, можно и детям, и старикам, и спортсменам, и беременным, и кормящим, то есть абсолютно нормальный тогда. Что-то я не поняла, что там пишут, но это не мои комментарии, мне не важно. И еще очень важный момент, что это единственный продукт сейчас на рынке, который противодействует разрастанию всяких вирусов в желудке. То есть здесь я тебе просто прочитаю, три штамма лактобактерий, один штамм бифидобактерий, один штамм проприобактерий, я даже таких не знаю, понимаешь, и один трибиотик. То есть мы раньше привыкли, что были всякие трибиотики, метабиотики, симбиотики, какие-то там еще штуки. И вот это продукт абсолютно нового поколения. Мы смело можем заявить то, что мы опять же таки первая компания в мире, которая такого рода продукты выпускает. И мы действительно этим гордимся, понимаешь. То есть опять же, как я говорила, знаешь, я говорила, не уходите, ребята, из тайги, начнете пользоваться продуктами, поймете их смысл, придет момент, выстрелит у вас этот бизнес и попрет в гору. И вот те девчонки, которые тебе поверили, которые пришли с тобой, вот полтора, там, два года назад, кто-то там полгода назад, они уже заработали за это время. Кто-то 400 тысяч рублей, кто-то 500. Я просто кабинеты смотрю, кто-то миллион рублей заработал за прошлый год, понимаешь. И сейчас, когда идет всплеск вот этой вот истории, связанной, опять же, со здоровьем, а мы прекрасно понимаем, что люди в жизни боятся только двух вещей. Первое, они боятся факта преждевременной смерти. То есть никто не хочет умереть, не знаю, в 35 лет от инфаркта или от инсульта. И второе, которое люди больше всего боятся, они боятся остаться без денег. То есть и компания Вилави тут решает абсолютно сразу две вот эти истории. То есть будешь здоровым, счастливым в этом плане. И вторая история, ты можешь на этом зарабатывать деньги. Но опять же, чтобы на этом зарабатывать деньги, я рассказываю о том, что есть продукты, которые будут помогать твоему кишечнику работать. Мы сегодня про основные продукты, новые говорим. На это тоже нужно потратить время. В этом тоже нужно научиться разбираться. Понимаешь? Потому что мы привыкли там, пьем какие-то, я не знаю, антибиотики. Кто не знает, антибиотики это грибы. То есть опять же, вот когда рождаются у нас с тобой дети маленькие, мы же своими собственными руками засовываем в их организм грибы. Когда нам какой-то врач, который может быть не очень сильно компетентный, на свой страх и риск, он говорит, лучше пропеть антибиотики, чем нежели там вдруг какие-то последствия. И мы своим детям, начиная с грудного возраста, кто-то первые антибиотики дают в 6 месяцев, кто-то в месяц начинает там колоть или давать, кто-то в каком-то возрасте. Это дает очень тяжелые, ребят, последствия в будущем. Мы об этом ничего раньше не знали. Они понимают. Нам об этом... Да, нам об этом раньше никто не говорил, что какие могут быть последствия. А сейчас я говорю всем людям о том, что раньше в мире были только болезни стариков. Раньше старики болели. И умирали, грубо говоря, от старческих болезней. А сейчас эти старческие болезни, они у кого? Они у детей. Они у пятилетних, шестилетних. Я всегда говорю об этом. Приедьте в свой, где-то рядом с вашим домом, ближайший онкоцентр и посмотрите, грудные дети на руках у материи в очереди стоят на химиотерапию. Юлиса, грудные дети, понимаешь? С чем это связано? Это связано с тем, что их мамаши пять лет назад начали кушать вкусные, полезные, я не знаю, всякие супер-мега-продукты, которые сейчас продаются под лозунгом ПП. Слава богу, у нас сейчас, я не знаю, как у вас в Америке, у нас в России все-таки сделали градацию и стали писать на этих, ну, когда на ценники пишут с заменителями молочных жиров либо без заменителей молочных жиров. И сейчас мы можем выбрать, что мы покупаем там. Причем разница там буквально 100 рублей в этих продуктах. Ты покупаешь продукты, ну, как бы, более-менее натуральные, либо ты покупаешь, ну, химию, химию, но она на вкус очень сильно классная, да? И люди не понимают то, что поколение меняется каждые 20 лет. Люди говорят, ну, это люди там прошлого поколения. И мы такие, знаешь, дальше думали, что поколение – это 100 лет. Ребята, поколение – это 20 лет. И что сейчас происходит с нашими детьми? 300 лет назад не было такого понятия, как бесплодие. Диагноза такого не было, понимаете? Почему? 100 лет назад люди в России сахар не ели. Вы знаете об этом, да? Просто кто-то, может быть, этого не знает. Люди сахар в России ели только, простите меня, на Рождество и на Пасху, потому что это было дорого. Они бедные были. Люди соль тоже ели по празднику, потому что она дорого стоила, понимаешь, да? А сейчас, когда засилие вот этого, я даже не могу назвать, как это, вот этого супермаркета, вот это вот, ну, то, что мы едим, я даже не знаю, как это назвать. Засилие вот этих вот красиво упакованных продуктов, вот, и мы пытаемся с тобой, знаешь, как две обезьяны сказать, давай, давай, тебе это нужно, там, нужно пользоваться этими продуктами, обязательно. Мы выглядим, может быть, со стороны очень глупо, да? Ну, вот те люди, которые сейчас пришли в бизнес к нам и начали просто хотя бы клиентам, я просто вижу твой кабинет, вижу, что у тебя там несколько сотен клиентов, которые постоянно заказывают эти продукты для себя. Может быть, ну, наша миссия такая, вот сегодня вот так вот кричать, орать, чтобы потом, возможно, ну, когда мы предстанем на тот свет, перед апостолом Петром, он посмотрит и скажет, ну, благое дело делали, благое дело делали, девочки, идите вам вот туда вот наверх, понимаешь? Вот, я тебе просто зачитаю. К нам сейчас в компанию приходит огромное количество не просто экспертов, да? К нам сейчас сами приходят врачи-онкологи, репродуктологи, нутрициологи, причем это врачи высших категорий, то есть это те врачи, которые еще имели старую школу, которым сейчас за 50, за 60 лет, и они поняли неэффективность той медицины, которая была тогда, да? И они сейчас, приходя в бизнес, видят, как работает этот продукт. Даже самое, знаете, у нас есть врач-онколог, Асель Туманова в Казахстане, которая несколько месяцев назад представляла тайгу на съезде онкологов, и она тестировала, ну, как бы, этот продукт на своих женщинах, ну, она специализирует свою женщину, у которых рак молочной железы, и она представила просто список того, как меняется организм, во время химиотерапии, как он защищается, как работают хорошо почки, как работают хорошо печень, и так далее, и так далее. И люди, вот эти врачи-онкологи, они сидели с открытым ртом, они поверить не могли, что какая-то одна просто баночка, вот, ну, просто, которая ничего не стоит, ребят, когда люди болеют онкологией, они миллионы рублей, миллионы долларов готовы отдавать, только ради того, чтобы остаться в живых. А тут какая-то, ну, у меня просто нет, она в другой комнате, какая-то маленькая баночка, вот этот пузырек решает буквально 70% проблем, которые возникают на той же самой там химиотерапии. Так вот, смотри, у нас недавно в компании появился офигенный просто врач, его зовут Андрей Тарасевич, он ему где-то, знаешь, ну, под 60 лет, вот, и он руководитель центра персонализированной медицины антиэйдж, чтобы ты понимала, мужчина такой бородатый, с усами, я бы думала, что раньше этим только женщины занимаются, и он что сказал про вот этот метабиотик, он сказал, что этот продукт нового поколения, его преимущество над симбиотиками, пребиотиками и бифидобиотиками заключается в том, что у него максимальная скорость действия, прям максимальная, вот сразу попадает на слизистую и сразу начинает действовать, да, активные вещества быстро и доходят до толстого кишечника и работают именно в той области, где это необходимо. Смотри, лаптобактерии и бифидобактерии и пробиотик подобраны таким образом, что противодействует разрастанию патогенной и стимулирует развитие естественной микрофлоры человека, о чем мы говорили, то, что вот этот метабиотик у нас начинает микрофлорой работать, вот. И самое главное еще, то, что этот продукт, который работает, у него самая большая эффективность именно на приеме антибиотиков, потому что без антибиотиков наша жизнь, ну, понимаешь, тех людей, которые живут в странах СНГ, они верят только антибиотикам, понимаешь? И плюс еще, этот продукт работает как противогрибковый препарат. Это вот что касается вот этого метабиотика. Ребят, у него цена настолько смешная, причем вот Вилови, вот если пойти в магазин и купить себе какой-то метабиотик нового поколения, на пять дней курс будет стоить где-то порядка 500-800 рублей. Здесь на месяц приема курс, на месяц стоит всего лишь, по-моему, там 1900 рублей. То есть на месяц, понимаешь? И курс приема вот этого нашего продукта составляет всего лишь раз в шесть месяцев. То есть раз в шесть месяцев потрать на себя там, грубо говоря, там два рубля и будешь здоров и слава богу. А, подожди, подожди. А сколько надо? Вот если я уже месяц пропила, я второй месяц начинаю пить. Надо или не надо второй месяц? Не надо. Нет. Все. Один месяц пропила, этот мужу отдай. А, да? Круто. Все. То есть здесь нету повторных каких-то, никто никого не подсаживает. То есть за месяц состояние кишечника полностью, ну, по исследованиям, которые были сделаны перед тем, как продукт на выпуск, на рынок выпустить, это вполне достаточно для любого человека. Круто. Отлично. По поводу, вот пока ты взяла паузу, я знаете, что хочу сказать? Вот ты говоришь, что на нас смотрят странно или что-то, я уже вижу там комментарии какие-то охреновые. В общем, что, друзья мои, я вам хочу сказать так, вот пока вас петух в жопу не клюнет, вы не поверите. Просто у меня вот за два года приема экстры, у меня поносили просто, там, обзывали. И когда с людьми что-то случалось, они, Юлиса, а что вы там говорили про экстру? Вот за два года у меня таких случаев было огромное количество. Дальше. У меня огромное количество писем, которые пишут люди, Юлиса, спасибо, что ты познакомилась с тайгой, решили сетать, 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 сетать проблемы. На днях, я сейчас выставила в сторис отзыв, мне барышня написала, что у неё прошла разоцея. То есть, понимаешь, то разоцея, люди сталкиваются настолько часто с ней, они борются, они выкидывают деньги на лекарства, ничего не помогает. Разоцея прошла. Почитайте в сторис этот отзыв. То есть, больше, конечно же, людей, которые поверили и довольны, и всё хорошо. Ты висишь? Или ты думаешь? Месяц, Людочка, месяц, это вообще ни о чём не значит. Это накопитель... Подожди, я перееду в другую комнату, потому что... Говорит, пила месяц, ничего не изменилось. Во-первых, что вы хотели, чтобы вас изменилось? Как вы хотели это видеть? Происходит всё на клеточном уровне, это раз. Второе месяц, это ничего. Здесь же нет никакого компонента, как антибиотик, который действует сразу. Накопительный эффект, правильно? Но я принимаю постоянно. Два года будет. И я хочу тебе сказать, вот я говорила уже своим подписчикам, мне кажется, всё-таки у меня что-то было с вирусом, потому что, короче, мне очень сильно давило на лёгкие. Наверное, недели две просто я... Ну вот, сложно сделать вдох. Я не заболела, у меня не было ни температуры, ничего, но у меня на лёгкие как будто бы была плита. и через две недели у меня то же самое было у мужа. Он испугался, такой, слушай, у меня что-то с лёгкими, говорит, я не могу дышать. Мы просто пили три раза, четыре раза в день по пипетке, никто не заболел. Два года в моей семье нет температуры, никаких вирусов, ничего. Два года это показатель? Или это фигня? Или это не показатель? Я думаю, что два года это реально показатель, когда в твоём доме не заболел никто. Обычно я болела два раза в год, ребёнок три раза в год болел стабильно. Муж один раз в год, никто не заболел. Поэтому вот... Да, Кань, давай второй продукт, расскажи, потому что я себе его ещё не покупала. Юлис, у меня какое-то непонятное качество связи, ты у меня безумно заикаешься. Ну, по-моему, я сейчас появилась. По-моему, я сейчас появилась. Когда ты говоришь, у меня висит. Да, я два слова скажу. Смотрите, у нас организм у каждого человека находится на абсолютно разном уровне зашлаковости и детоксикации, скажем так, мягко, да. И первые эффекты и результаты, которые именно по здоровью такие глобальные, можно понять, когда ты чем-то сильно болен. Да, вот если ты сильно болеешь, например, у тебя диабет сахарный, да, второго типа, у меня есть отдельная группа, где я за полтора месяца помогаю людям избавиться от диагноза диабета второго типа на всю жизнь и навсегда, да. Вот, поэтому, знаешь, нюхать, под носом себе мазать тайгу, я не знаю, облизывать пипетку там и капать себе ее раз в день или забывать и капать потом через пять дней и говорить, что эффектов нет, это, ну, максимально глупо, понимаете. чтобы почувствовать, как правильно работает продукт, нужно потратить деньги, да, есть профилактическая порция, есть терапевтическая, и все те люди, которые на текущий момент только начинают пользоваться продуктами, они все должны пользоваться терапевтической порцией, это выпивать за первый месяц не больше, не меньше, чем два-три пузырька, да, два-три пузырька, запускается быстрый процесс восстановления клеток, и самое главное, ребят, то, что я вам хочу сказать, то, что какую-то часть нашей линейки разрабатывала Российская Академия Наук, да, и спорить с комментариями тех людей, которые вообще в этом не разбираются, у нас нет смысла, вообще нет, смотрите, мир в любой момент он уже поделился, есть люди, которые осознанные, которые любят себя, которые хотят прожить долго, которые хотят прожить долгую качественную жизнь, которые хотят рожать здоровых детей, которые хотят видеть здоровых внуков, Юлис, я тебе честно скажу, я не знаю, как у вас там с пляжами в Америке, я, выходя сейчас на пляж, меня просто трясет, я такого количества уродливых людей, жирных, страшных, вот знаешь, вот, может быть, это злобно говорить, но вот, знаешь, эффект Дауна прошел вот прямо вот, вот прямо рядышком-рядышком с ними и с ихними детьми, сейчас реально, знаете, поколение вырождается, просто, мы с вами столько лет эволюционировали, из-за обезьян, слава богу, там стали людьми, да, сверх, ну, лучше, уникальнее создания на земле нет, и мы сейчас своими собственными руками себя загоняем обратно вот в такое вот, я еще раз говорю, будет поделен мир на две части, где будут люди здоровые, такая высшая раса, а будут люди больные, ну, знаешь, как обслуживающий персонал, это факты, которые я сейчас действительно просто понимаю, это будут люди, которым это дорого, это не надо, это тут нас хотят обмануть, да, это, ну, есть какие-то определенные, там, не знаю, рамки, стандарты, там, не знаю, специальные НЛП, службы работают, которые транслируют что-то, по телевизору, там, по радио, там, я не знаю, через каких-то там людей, но я, ребят, хочу сказать, что пора просто просыпаться, да, жить качественно и долго будут только те люди, которые сегодня прекратят пить Кока-Колу, будут жить долго и счастливо те люди, которые перестанут кушать пиццу, которые перестанут употреблять вот это безумное количество углеводов, которые мы, в принципе, раньше никогда не употребляли, понимаете, люди не ели никогда столько сахара, люди никогда не ели дробно, они никогда не ели по 5 раз в день, понимаете, никогда этого не было, раньше человек убил мамонта, он его сожрал, а когда он в следующий раз поймает мамонта, это может быть через 5 дней, может быть через 6, и человек от этого не дохл, понимаете, не умирает человек от голода, ему самое главное воду пить, человек может жить здоровый, то есть голодный, неделю, 2, 3, 5, 6, посмотрите, все это институты, вот этого голода, я знаю, что, кстати, сейчас тебе скажу, интересный момент. В мусульманских странах самый низкий процент онкологии. В мусульманских странах. Почему? Потому что мусульмане действительно соблюдают свои посты. А у них пост какой? Они там сколько-то, пока солнце зашло, и пока солнце не село, они кушают. И они не пьют воду. Когда они ничего не кушают и не пьют воду, организм переходит в состояние кетоза, и начинается принцип аутофагии. Что такое аутофагия? Это чувак, японец, получил Нобелевскую премию за несколько лет назад. И он в аутофагии самостоятельно начинает пожирать всякие шлаки, наросты, онкологические клетки и так далее. То есть самое сейчас, грубо говоря, здоровое население в мире это не вегетарианцы, ребята. Посмотрите на наши с вами зубы в зеркало, посмотрите. Когда мне начинают рассказывать, что мы там травоядные животные, да нет, конечно же, ребята, у нас зубы путем эволюции устроены таким образом, что мы с вами должны кушать мясо, понимаете? Мясо, не траву, мясо в первую очередь, понимаете? Поэтому самые больные люди это Индия, потому что там в основном вегетарианцы, понимаете? Они умирают в 50-60 лет, понимаете? Ну это грубый, это знаете как какие-то методом йоги, там кто-то доживает до 100 лет. В любой нации, в любой религии есть единичные люди, которые живут очень долго, и дай бог им, конечно же, здоровья. Но на текущий момент, что я хочу сказать, то что если мы с вами не перестанем жрать то, что мы с вами жрем, то будущее будет печальное не только у вас, но и у ваших детей, и у детей ваших детей. И будет большой вопрос о том, а вообще, а ваши дети, они смогут родить детей? Вообще, в принципе. Я не говорю уже про то, что родят они здоровых либо больных. Они смогут родить просто, в принципе, детей. Сейчас статистика по России. Каждая пятая-седьмая пара не может детей иметь. Не может иметь детей. Что было 15 лет назад в России? Что было там 20 лет в Советском Союзе? Да понять люди не могли. Все рожали, слава богу. Почему нас с вами родили, а сейчас все стоят, тысячи женщин стоят в очереди на ЭКО. Тысячи женщин. Все почему? Ну, потому что, посмотрите, как они выглядят. Это вот такие вот лица, вот такие вот шеи, и организм сам не может забеременеть. Организм понимает, слушай, мне нужно самому почиститься, мне нужно восстановиться, мне нужно от жира этого избавиться. Я только тогда смогу забеременеть. Ну, то есть я тогда буду способен выносить и вырастить здорового ребенка. Понимаешь? То есть люди просто сами не понимают, что в мире творится. И те люди, которые сейчас говорят, да фу, это добавки, да нас хотят на бабки развести. Ребят, да вы не сможете выжить нормально без добавок. Потому что, ну, нету качественной пищи, нету качественных продуктов, из которых можно получать нужное количество микро-макроэлементов. Понимаете? Вот так жизнь устроилась таким образом. Понимаете? И то, что две симпатичные женщины вам там орут сейчас в экраны, пытаются что-то доказать, ну, потому что, ну, миссия, наверное, такая. Понимаете? Нет задачи на ком-то заработать много денег. Есть задача, и была задача, привлечь сюда, сейчас в этот бизнес осознанных людей. И у Юлисы за протяжение двух лет это получилось. Вы посмотрите, какие там девчонки осознанные. Может, нам потом Инстаграмы там девчонок высадят, чтобы просто посмотрели. Осознанные, красивые, подтянутые. Мамочки там двоих, троих, там четверых детей бомбят, рассказывают и счастливы. Благодарны безумно тому, что в их жизни появился продукт. Дети болеть перестали, энергия появилась, муж стал, простите меня, с ними сексом заниматься, там, не знаю, раньше там раз в месяц занимался, сейчас он, дай бог, ну, там каждые два-три дня у них там секс случается. И они об этом пишут. И они говорят, что с появлением вот той же самой базовой линейки тайги у них жизнь кардинально поменялась. Понимаешь? Потому что нормализовался сон. А люди не понимают то, что самые важные обменные процессы, которые происходят в организме человека, ребята, они происходят только во сне. И если вы, засыпая вечером, просыпаетесь пять раз пописать, пять раз попукать, у вас бессонница, у вас давление, вам нужно окно открыть, у вас приливы, отливы, там и жара, это значит, что ваш организм, гормоны не вырабатываются, организм не очищается. И вот, знаете как, и в какой-то момент случается фатальная ошибка организма. Мы с вами ТО в машине делаем каждые полгода. Почему? Мы знаем, что мы с вами, как бы машина может сломаться, и мы с вами там попадем в аварию, можем умереть. Вопрос, почему вы не готовы делать ТО в своем организме на постоянной основе? Мы не можем с вами, знаете как, купить себе коробку тайги, или купить себе коробку витаминов, один день все в себя запихать, или месяц, хорошо, месяц в себя это все пихать, то есть 45 лет ты бухал, курил, ел, не пойми что, тут он купил себе тайгу, накапала, поднос намазала, за ушами там себе прихлюпала, говорит, Юлиса эффекта никакого не чувствует, просто выкинула деньги на ветер, понимаете? Ребята, это действительно просто абсурдная история. И мы в рамках компании производим продукты ежедневного потребления. Я просто видела там вопросы о том, что постоянно нужно принимать. Я принимаю продукты постоянно 4,5 года подряд, нон-стоп. У меня идеальная, ребята, кожа, у меня нет ни одного прыща, у меня прекрасный сон, я сплю, вот засыпаю в 9.30 и просыпаюсь там в 7 утра. Я ни разу за ночь не просыпаюсь. Раньше я могла в телефоне сидеть, кино смотреть, винчить, попивать, понимаешь? У меня трое детей, старшие из них не болеют уже больше 2,5 лет вообще, ребят. Ну, то есть не чихнули ни разу. Кондиционер, там еще что-то, просто не болеют, понимаете? То есть здесь просто вопрос осознанности, да? Хотите, попробуйте. Я уверена, что вам понравится. Но если вы попробуете хотя бы 3-4 месяца попользоваться продуктами, и я всегда говорю, знаешь, сейчас я уже закончу вот эту свою тираду, сделайте фото до, вот себя просто, вот сфотографируйте до, сходите, сдайте общий анализ крови, развернутый какой-нибудь себе там, да? Сдайте там себе мазки из всех мест, которые есть, попейте тайгу 3 месяца, да? И потом сдайте еще раз анализы, посмотрите себе просто фотографию после, ровно через 3 месяца приема продуктов. Я говорю, вы просто себя реально не узнаете. Я вам клянусь, вы себя не узнаете. Просто люди, когда начинают пользу тайгой, им становится лучше, и они думают, что у них всегда так хорошо было. То есть они, ой, да ладно, да вроде я как бы, как бы и нормальной, вроде как бы так и было, да? А потом, когда вы перестаете пользоваться продуктами, когда у вас организм перестает получать, опять же, нужное количество всяких полипринолов, вот этих микро-макроэлементов, вы скатываетесь обратно в вот это состояние какашки, понимаете? И вам стыдно самому признаться, в том, что действительно ты живешь как, чувствуешь себя как какашка. Ну, по-другому сказать, как нельзя. Ну, короче, я закончила. Окей, Катюш, спасибо большое. Ты, как всегда, очень энергична. Скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь, что на пляже вы сейчас ходите в Анапе. Там много людей, да? Честно скажу тебе, людей не очень много. То есть, то, что по телевизору там транслируют, это, честно, неправда. Людей не очень много, вот, но они есть. Потому что я хотела спросить, ну что, в России все закончилось? Это что ли, что допустили вот так вот на пляже? У русских людей страха нет. Но почему поехали мы? Да, мы бесстрашные, да, однозначно, но мы поехали только после того, как выпили Витен. Я, кстати, в завершении своего разговора хотела... Да, я не покупала, скажи, что это такое. Слушай, я стопроцентный, знаешь, я всегда скептик, да? И у нас, мы когда на Мальдивы летали с президентом компании в марте месяце, у меня Лёва первый раз заболел. Что-то ужасное, у него одним днем поднялась температура ужасная, у него понос, у него рвота, его трясет, а мы на острове находимся, какие врачей, ничего нет, на острове, на Мальдивах, на проклятом острове находимся. И пришел Лаевский и принес мне такой вот пузырек, там какая-то вот насыпанная какая-то, пузырек маленький, ну не знаю, один-два миллилитра такой вот с крышечкой. Я говорю, что это такое? Он говорит, это РНК-комплекс, я скоро буду этот продукт выпускать в тайге этот продукт, который моментально в течение суток убивает абсолютно все вирусы и бактерии в организме. Я говорю, быть такого не может. Он говорит, Катя, он выжигает даже вирус ВИЧ и спида. Я говорю, этого быть не может. Он говорит, вот этот продукт, который есть у меня, да, он очень дорогой и он работает очень круто. В итоге я развела этот продукт там в водичке и закапала Лёве в нос. Слушай, ну честно, положа руку Найсерса, могу сказать, через 30 минут у нас уже не было никакой температуры. Мы вообще забыли о том, что ребенок, что-то с ним было. Поносы, рвота, все остановилось, он стал из вялого состояния, он стал нормальным. Слушай, я уповала на то, что, ну, хрен его знает, это божий промысел. И вот сейчас он выпустил этот ВИТН немножко в другой форме с вирусами спида. Он точно, я надеюсь, не знаю, может быть, не борется, да, но то, что все ОРЗ, гриппы, вот эти вирусные заболевания, передающиеся вот этими, ну, воздушно-капельным путем, они выжигаются все в течение пяти дней, да. То есть мы перед тем, как поехать, пять дней пропили курс ВИТНа. То есть это такой порошочек под язык высыпаешь, как аскорбинка на вкус. Ну, вот мы с советских времен знаем, как аскорбинка на вкус. Там этот РНК-комплекс, продукт стоит, слушай, по-моему, 2 990, но у тебя защита от любого рода вируса до 21 дня. Поэтому мы сюда поехали уже подготовленные. Поэтому я сейчас понимаю, что вот за этим продуктом, за ВИТНом будут, знаешь, как просто очереди выстраиваться. Причем партия ограниченная, чтобы вы понимали. То есть те, кто покупает, они должны понимать, что завтра, это послезавтра может уже закончиться. То есть это такой продукт, ну, не на постоянной основе, как я поняла, который будет выпускаться просто. И у нас все выпили, купили, пропили. Вот. И вот эта девушка, которая у нас, кстати, Олеся Полканова, ты, кстати, ее знаешь, она же заболела коронавирусом, и она купила себе ВИТН. У нее сейчас корона, ну, в последние какие-то уже там стадии, она уже начала там что-то чувствовать. И она, когда купила ВИТН, у нее температура еще больше поднялась. Она говорит, я начала пить, у меня еще больше. Потому что, когда вы начинаете принимать этот РНК-комплекс, у вас начинает вырабатываться интерферон, и свой иммунитет начинает обратное действие делать, ну, начинает уже еще активнее работать. То есть мы помогаем с помощью этого продукта быстро восстанавливать свой иммунитет. Короче, серия линейки новой космическая. То есть никто не ожидал, что вообще, в принципе, в сетевом маркетинге могут появляться такого рода продукты. Ну, все привыкли, тряпки, мыло, шампунь, там, зубная паста, но направлены именно на то, чтобы сделать просто здорового человека. То есть и те люди, которые будут пользоваться продуктами, хотя бы базовой, основной линейкой на постоянной основе, они будут иметь стопроцентную гарантию и защиту от таких эпидемий человечества, как онкология, бесплодие, ожирение, сахарный диабет второго типа и болезнь Альцгеймера. То есть это те пять историй, которые мы взяли под контроль с нашими врачами и специалистами. Да, слушай, Катюш, спасибо большое. По поводу температуры, вот все мы пытаемся сбить температуру сразу, но температура, это же хорошо. Организм просто сваривает вот эти вот все клетки, которые пытаются нас атаковать. Поэтому температуру вот сбивать тоже сразу всё-таки не надо. Кто-то говорит, что надо тут же сбить, но с другой стороны, это же иммунитет организма, который он вырабатывает. Вот. Спасибо тебе большое. Я тебя покидаю, да, любые вопросы там по продукту, дальше по бизнесу, Юлисе, пишите в директ, она с удовольствием вам потом там что-то всё объяснит. Жду вас в рабочих чатах, до встречи, целую встречу. Давай, пока. Спасибо большое. Пока-пока. Давай. Смотрите, что мне написали. Вот, пишут, что есть результат, хоть пользуюсь месяц. Нет, не агрессия. Вот знаете, кто-то не понимает. Мне тоже очень часто говорят, ты такая агрессивная. Мне, я думаю, что ты совсем какие-то меланхолики. Это энергия, которая пройдет от человека. Я вам хочу сказать, что вот я сегодня встала, я еле подняла свою задницу, потому что вчера работала до двух часов ночи. Я работала. Это неправильно, но я работала, да. Я еле встала, и я чувствую, у меня нет энергии. Только включаю Катю, может быть, вы не заметили, я не знаю, пересмотрите ещё раз, когда она вышла. Посмотрите в эти глаза. Вот просто посмотрите, с какими глазами выходит человек на связь. У него глаза горят. Я не вижу никакой агрессии. Это бешеная энергия. Мы с ней очень похожи по своему холеричности, да, только сегодня я такая просто обмякшая вся, потому что я хочу спать. А она вот живчик. Нет никакой агрессии. Вот, да, что пишут. Не болею. Если начинается, непонятное ощущение, два дня как новенька. У меня за ночь сразу же всё проходит. Девочки, они сейчас выставили бигпэк. Это те, вы можете купить четыре штуки, пятую получить в подарок. Это доступно тому, у кого есть бизнес-кабинет. У меня есть бизнес-кабинет. И я пятую должна забирать себе в подарок. Я её отдам вам. Поэтому, если кто-то хочет купить вот этот продукт для кишечника, напишите мне в директ. Пятую вы получите от меня. Я не буду её забирать себе. Смотрите, получается, нужно пить всю жизнь. Вы можете не пить всю жизнь, хотя бы делать, не знаю, месяц перерыв. Но вот смотрите, у меня стоит фильтр Канген. Он очень дорогой. Машинка, которая делает эту водичку, она стоит пять тысяч. У меня чуть подешевле за две с половиной тысячи долларов. Когда мы её купили, так обрадовали, что всё, теперь на всю жизнь нам будет хорошая водичка. Но нет. Оказалось, что там надо менять фильтр, дорогой там фильтр каждый год, потом чистку надо делать раз в месяц, потом надо ещё специально туда водичку заливать, покупать. Короче, фильтр выходит дорогих денег. Много денег стоит. Но я не могу уже без этой воды. Это такая разница. И что? Теперь надо всю жизнь платить за воду? Ну вот так вот, да. Теперь всю жизнь платить за воду. Понимаете? Вы не можете один раз подстричься на всю жизнь, один раз помыться на всю жизнь. Ну мы живём в таком мире, придётся за это платить. Но я полностью отказалась от колбасы, от сыра. Это очень редко в моём холодильнике, потому что если сравнить сколько ты съедаешь сыр и колбасы за месяц, я всё равняю на экстру, потому что вот это спасает всю мою семью. да, скорее всего, знаете, что я подозреваю, но я уже не стала у Кати спрашивать, я знаете, что подозреваю, что ему просто не разрешили его выпустить, потому что очень сильная концентрация. А я сейчас наблюдаю тот момент, что творится, ну я даже не могу сказать конкуренты, кто это, я занимаюсь косметикой ручной работы, но я делаю такую высокую концентрацию, максимально высокую, эту концентрацию не пропустят в магазины, не дадут продавать в магазины. Поэтому она так хорошо помогает, поэтому я получаю отзывы такие каждый день, которые я выставляю, 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 только из-за качества сырья и концентрации. Я прям вот просто уверена, что его продукт не выпустили такой концентрации, потому, чтобы он лечил СПИД и другие заболевания. Ну его бы просто убили, мне кажется. Ну не дадут, не дадут, поймите. А послушайте, вы знаете, вам очень легко осуждать про мешки под глазами или там что-то еще неровности лица, когда вы сами не выходите в эфир. Вот очень много свет влияет. Вот свет. Я в жизни вообще другая, а свет так светит и получается где-то там мешок какой-то висит. Еще не забываем, что у Кати трое детей, из которых один младенец. Блендом за два дня мама вытащила из простуды, вытащила, хоть она и не верила, теперь вовремя пьет экстру. Пью для кишечника, его работа нормализовалась. Сыр, вы что, друзья мои, вы не знаете, что сыр делает нашему организму? Как вам много еще надо изучать. Сыр это очень вредный продукт для организма. Тем более тот сыр, который делают сейчас. Вообще молочные продукты, тем более для взрослого человека, они не нужны абсолютно. Для взрослого, для ребенка, про детей не говорю. Мы там стали, вот там у меня две вегетарианки появились, отстаивающие свои права. Девочки, я хочу сказать так, вот вам хорошо и слава Богу, главное, чтобы вам было хорошо. Предлагают посмотреть фильм «Земляне», ну вы еще мне новости предложите по телевизору посмотреть, ну как бы. Вот если вы не едите мясо и вам хорошо, аллилуйя 8 раз. Я не ела год мяса и мне было очень плохо, и я много лет после этого еще восстанавливалась, поэтому все мы разные. Все мы на разном каком-то там эволюционном уровне. Если вам хорошо, значит вам хорошо. Но не надо... Да, сыр на транжирах и гормоны там, конечно же, друзья, вы что? Вы понимаете, что самое печальное, что даже вот вы, вегетарианцы, объясните мне, где вы берете хорошие фрукты. У меня брат, он моряк, он возит фрукты на большом корабле. Он мне рассказывает, как это все происходит. Фрукты не срываются спелые, вообще не срываются. Они срываются в зеленом состоянии. Потом они загоняются в специальные такие кабинеты, опыляются специальной фигней, не помню, как она называется. и фрукт у тебя на глазах приобретает цвет, спелость. То, что фрукт выращен уже с ГМО в семени, я молчу, ну как бы, уже без этого никуда. Но я не хочу есть фрукты, которые специальным приспособлением довели до спелости. Где брать овощи и фрукты? Ну мы как бы заключены, понимаете, мы как в тюрьме. Поэтому говорить, что я вегетарианка, и поэтому я здоровая, сейчас ну просто неактуально. У меня огромное число пописчиц, вегетарианок, которые больные, приходят за тайгой. Юлия, что-то не могу понять. Вегетарианка, 10 лет, все, что-то не могу, что-то болею-болею, что-то все сыпется и сыпется. Точно так же и болеют и те, кто ест мясо. То есть у нас нет выхода. Не надо спорить между собой, кто вегетариан, кто мясо едет. Пусть кто хочет, тот, что это и ест. Конечно, я тебе говорю, у меня рассказывают вещи очень интересные про эти фрукты. Если, да, если у вас своя собственная корова и вы покупаете молоко, ой, покупаете и вы доите ее, тогда, конечно же, ваш сыр хороший. Но зачем мы об этом сейчас будем говорить, если у 90% людей, даже больше? У них нет своей коровы. Сыр с плесенью, Оксаночка, это вообще самая гадость, что только можно придумать. Плесень. Вы понимаете, что такое плесень в нашем организме? Мы боремся с ней, чтобы вывести эту плесень. Мы боремся с ней. А тут мы едим эту плесень специально в себя. Вы знаете, что когда в хлебе опоры плесени, вот хоть одна маленькая-маленькая плесень, которую мы видим, она распространила опоры по всему хлебу, ну, допустим, в хлебе, да, или в сыре. Её нельзя есть, это опасно для здоровья. Конечно, вы мне сейчас скажете, это не та плесень. Плесень есть плесень. И нам в голову вложили, что сыр с плесенью есть, это очень круто. Но на самом деле во Франции, да, сыр, да, сыр, да, во Франции, по-моему, сыр с плесенью стали производить только лишь потому, что у них не были достаточно глубокие погреба, и там не была температура, в которой должен храниться сыр. И у них на сырах стала появляться плесень. Но люди настолько владеют маркетингом, точно так же, как итальянцы, да, с пиццей придумали вот эту вот фишку, что это супра еда. Они это всё раскрутили, что сыр с плесенью есть надо. Это очень круто. И только самые богатые люди могут себе позволить сыр с плесенью. Это всего лишь маркетинг. Это вкусненько. Я знаю. И я тоже покупаю иногда. Но когда у тебя есть осознанность в головушке, ты понимаешь, что ты сейчас вкладываешь в себя плесень, ну, как бы тут по-другому уже, да, всё смотрится. Закупают 5 тонн молока и выпускают 10 тонн сыра, хотя выход сыра 20% из литра. Да, конечно же. А я вам могу тот же раз, вот вы мне про молочко сказали, а я вам могу про масла сказать, из которых я делаю свои эликсиры, что не могут они стоить 3 копейки. Это неправдивые цены в магазине, потому что, чтобы сделать масло хорошее из продукта, да, из цветка, из листочка, из корешочка, там надо тонны, тонны надо лепестков роз, чтобы сделать вот такую пиндюрочку. Плесень – это грибок, которые тяжело вывести, да, плесень – это грибок, которые тяжело вывести с организма. Кстати, вот, у меня тут 2 девочки, 2 моих представителя, Сэм Энн и Оксана Ильницкая. Это 2 девочки, которые одна живет в Казахстане, другая живет в Украине, которым мы отправляем мою продукцию эликсиры и которые продают их в своей стране. Девочки, я вам хочу выразить большую благодарность и сказать спасибо за вашу работу. Просто то, с чем я сталкиваюсь, мне пишут мои подписчицы, которые тоже хотят работать и которые узнают, что продукцию надо распространять и говорят, а вы мне будете давать, а вы мне будете обеспечивать клиентов? Все отказываются работать. Никто не хочет работать. Поэтому вам выражаю большую благодарность и вы огромные молодцы. Не первый эфир, когда я говорю о том, что у вас в голове, а я только что сыра накупила, правда, швейцарского. Да, кушайте, господи, скушайте бы, естественно, этот сыр. Вот поймите, я очень люблю сыр. Но я его покупаю в тот момент, когда я уже, ну, вот хочу, хочу, все, вот просто сейчас подокну. Каждый раз прохожу, беру и кладу, беру и кладу в магазине. Мясо напичкано, все, все напичкано. Олесочка, все напичкано, поэтому тут не спрячется. У меня кашель, нет, у меня другой кашель. Вот мне пишут, Юлиса, я тоже так кашляла, как вы, после тайги прошел кашель. У меня другой кашель. У меня другая форма кашля, он не пройдет. Когда я под кондиционером, он не пройдет, а у меня все время кондиционер включен. У меня сильно очень перепад температур, на улице 40, а дома холодно. Я вот так вот выбегаю там из машины в магазин, ты в жару в холод, в жару в холод, у меня немножко другое, оно не пройдет. Да, вот грибок сел на бронхи. Чтобы заказать что-то, надо написать в директ. Да, конечно, девочки, я просто о вас всем рассказываю и хвалю вас, потому что вот вы не боитесь, не боитесь вот так вот делать своим телом, двигаться, работать. И я очень верю в то, что я буду расти вверх и вверх, и у нас будет с вами больше работы. Ну, молочка всем, девочки, молочка взрослым людям, она не нужна. Ну, не нужна она. Это только деткам. А по поводу того, что вот Катя сказала, что действительно раньше не было дробного питания. Послушайте, я сама много лет в спорте. Вы знаете, нам очень в голову внедряют какие-то вещи, которые неправдивые. А в каком плане? Сказали, что надо кушать 6 раз в день. Ну, я спортсмен, я кушаю, я выросла, я училась на фитнес-тренера, да, нам так рассказывали. В учебниках так было написано. А вот видите, я очень рада, что сейчас мы приходим все-таки к тому, что человек должен кушать, ну, максимум 2 раза в день. Я говорю о взрослом человеке. Не нужно так много еды, что надо обязательно устраивать организмом аутофагию. Обязательно, чтобы время после 5-6 вечеров мы не едим. И до 10-11 утра обязательно нужна эта аутофагия, чтобы клеточки сами себя поедали. Вы знаете, я просто поражаюсь. Я так обожаю видео под микроскопом, где показывают клетки, как они друг друга пожирают. Они там все каннибалы. У них есть групповой секс. Вы можете себе это представить? У клеточки инфузории туфики, я посмотрела под микроскопом видео, у неё запор. Надо ей посоветовать, да? У клеточки запор, вы понимаете? Допустим, когда я говорю о своём эликсире, который снимает гипертонус с венулы и артериурлы, которые заходят в клетку, в клеточку, вот такие маленькие сосудики, у них есть гипертонус. И эликсир снимает этот гипертонус. То есть, ну как бы, ну, не поддаётся просто пониманию. Так, ваш продукт на таможне в Германию задержали. Интересно, пропустят, а дневное уже закончилось. Пожалуйста, напишите мне, не здесь в комментариях, а лично. И вы должны обязательно написать таможне, таможне должны написать мне, и всё пропускают, никого ещё не задерживали. Да, от молочка часто бывает, что отёки, от молочки отёки, да. Вот, друзья мои, сегодня Катюша дала нам энергию, я вяленький сегодня хочу спать. Прощаюсь с вами. Пожалуйста, напишите мне в директ, кому нужны вот это вот Мобио. Я вам пятую штуку подарю при покупке четырёх. У меня есть такая возможность. Все вопросы, пожалуйста, пишите всегда в директ. Прощаюсь с вами и сохраняю эфирчик. Пока-пока.